Дорогое собрание, мы в продолжении нашего общения перед Господом. Хочу предложить нам текст из Писания. Это будет Деяние святых апостолов. Это будет 15 глава, конец 40, 41 стих и 16 главы, 1 стих. Деяние апостолов, 15 глава, 40 стих и 41. А Павел избрал себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил в Сирию и Киликию, утверждая церкви. Дошед до Дервии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен. Садитесь, пожалуйста. Я также хочу сегодня поздравить дорогих матерей, бабушек, те, которые именно имели эту честь родить детей в этот мир. Знаете, этот День Матери, это не началось праздноваться только, когда учредилось государство. Знаете, этот праздник празднуется в разных странах, по разным месяцам, в разные дни. Но Писание говорит нам о том, что ответственность детей за своих матерей, это было установлено еще в законе. Мы когда читаем Исход, 20 глава, 12 стихе, написано так, «Почитай отца твоего и мать твою». Это есть заповедь с обетованием. Ответственность детей – почитать своих родителей, отца и мужа. Мы сегодня говорим о матерях, мы сегодня хотим молиться о матерях, мы сегодня хотим больше внимания обратить, какова ответственность. Все ли матеря являются теми матерями по Божьему замыслу? Бог сотворил человека, мужчину сотворил и сотворил женщину. Он сотворил нас внешне разными, по силам разными, может, по интеллекту разными, по эмоциям разными. Но Бог вложил в человека свое, Адаму вложил свое, свои цели, свою ответственность. Женщине или жене Он вложил другое. Ответственность, чтобы они вместе могли бы исполнить волю Божию на этой земле. Это была задача Бога. Это не ново, это не сегодняшний праздник или там, знаете, людьми учрежденные. Бог от начала хотел, чтобы человек мог исполнять волю Божию по его замыслу. Поэтому женщина не избирает себе роль, быть ли мне женой, женщиной или не быть женщиной, родить или не родить. Вопрос стоит в том, Бог определил твою суть. Бог вложил в тебя материнство. Бог вложил в тебя сердце, расположенное именно новому поколению, которое может прийти в этот мир через тебя. И Бог хочет, чтобы ты стояла в послушании Божьему промыслу. Сегодня мы живем в таком обществе, которое старается общество преподнести такие философские идеи, чтобы сбить из основания нашей Божий принцип творения. Бог сказал, что Он сотворил мужчину и сотворил женщину. Сегодня невозможно что-то изменить, хотя люди сегодня пытаются что-то изменить, но это невозможно. Это прямое противоставление Богу. Это не противоставление мужчинам или женщинам. Это противоставление Богу. Сегодня это борьба с Богом. Когда люди пытаются изменить Божий промысел, Бог остается верным своему слову. Поэтому, дорогие матери, дорогие бабушки, знайте, что Бог сотворил вас такими, какие вы есть. И не думайте, что это вам такое тяжелое бремя дано. Бог определил для мужчин свое бремя, для женщины, для матери свое бремя. Я как-то смотрел один такой ролик. Одна квочка вывела цыплят, и возле леса она кормит своих этих цыплят и обхаживает. Вдруг налетает ястреб. И эти цыплята все разбегаются, и вот эта квочка, она стала настолько активно, она стала в противостоянии, она была вытрепана, но она отстояла своих цыплят, и этот ястреб вынужден был покинуть эта маленькая стая этих маленьких цыплят. Эти цыплята были беззащитны. Они не в состоянии были что-то сделать, но мать, чувствуя свою ответственность, она положила себя на алтарь. Мы сегодня говорим о роли матери. Моя проповедь сегодня заключается в том, чтобы образ матери по Писанию. Знаете, мы сегодня не просто, знаете, чествуем матерей. Мы не просто говорим, какие наши матери хорошие, или, знаете, мы говорим о том, что даже если есть плохие, но все равно мать хорошая. Да, сегодня точно так, что мы не избираем себе матерей. Бог не дал нам право выбирать матерей. Бог дал нам право принять мать такую, как она есть. Конечно, мы понимаем, что не все матеря соответствуют Божьему стандарту, но незадача стоит нам сегодня осудить кого-то. Но задача наша сегодня посмотреть на библейский портрет матери. Что Бог думает, и что Бог хочет, и каким должна быть мать. В этом тексте, который я прочитал, апостол Павел в Деяниях Апостолов идет на свое миссионерское путешествие. Я думаю, что как любой служитель, он молился Господу, понимая, что после того, когда они разделились с Варнавой, он нуждался в помощниках, он нуждался в служителях, он нуждался в людях, которые могли бы подвязаться с ним в этом важном труде. Я уверен, что он молил, Господи, покажи мне, укажи. И мы замечаем о том, что он проходит в Сирию, они проходят с силой дальше в Киликию, они пробираются дальше вглубь этой империи, они достигают до Дервии, Листры, это центральная часть сегодняшней Турции, где сегодня примерно город Икония, это та местность. И, приходя туда, он находит одного молодого человека, его зовут Тимофей. Об этом Тимофею было очень хорошее свидетельство. Очень хорошее свидетельство было о нем, что этот человек, знаете, имеет хорошую, добрую жизнь перед Богом. И Павел что делает? Решается взять этого человека с собой на служение. Но я хочу обратить наше внимание, смотрите, очень мало написано здесь о матери этого молодого человека, Тимофея. Но только пишется здесь очень кратко, что матерь его была иудеянка, уверовавшая, мать Елен. Вот и вся свидетельство. Представьте себе первый век римскую власть, жесткая власть, железная власть. Это мать иудеянка, которых рассеяла римская власть, рассеяла везде, они находились в разных местах этой большой империи, и эта женщина оказалась в этой территории, в этой местности, далеко от Иерусалима, далеко от храма. К этому времени уже храм именно перестал существовать, перестал действовать, но оно еще как бы существовало. Но после недолгое время пройдет, когда именно эта власть разрушит полностью этот храм. И вот эта женщина, которая находилась в далекой стране, далеко от своего народа, она замужем за язычника. И представьте себе, именно вот эту семью, она не может что-то навязать ему, она не может что-то именно в чем-то убедить, она только может жизни своей показать. Поэтому мы читаем об этом очень мало, когда апостол Павел говорит Тимофею, послание к Тимофею, когда он говорит о том, что, когда он дает наставление Тимофею, 2 послание Тимофея, 1 глава, 5 стих. Он говорит о Тимофее, опираясь на то, что он знал об этой семье. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей, Лоиде, и матери твоей, Евнике, уверен, что она и в тебе». Это краткое свидетельство о духовном фундаменте Тимофея. Эта женщина, которая родила этого сына своего, она воспитывалась далеко от своего общества. Получилось так, что она уверовала в Иисуса Христа. Может бабушка, может ее мама, в первую очередь, уверовала, или она, в первую очередь, в Писании об этом умалчивает. Но что мы встречаем? Самое главное, что именно эти две женщины, эти две женщины сумели преподнести так этому молодому человеку истину, что этот человек принял, поверил и посвятил свою жизнь для служения. на этом было доброе свидетельство о нем, что его жизнь, его хождение, как верующего человека, стало известно в иконе, в листрах, в иконе. Это свидетельство об этом человеке. И благодаря тому, что сформировали в нем веру эти две женщины, эти две женщины, которые были малосильны по отношению к тому обществу, к тем стандартам жизни, к тому складу семейным, мы не знаем всех этих деталей. Но самое главное, что мы видим, что эти две женщины, они приняли Божий вызов в воспитании этого сына таким образом, чтобы этот человек, воростая, мог посвятить себя для Господа. И мы замечаем, об этом свидетельствует Павел. И Павел, услышав это свидетельство, он понял, что Господь приготовил для служения этого молодого человека. Павел не трудился над этим молодым человеком. Мы не знаем других людей, кто бы трудился над этим человеком. Но здесь описывается, что бабушка Лоида и мать, они вложили эту веру в этого молодого человека. Дорогие сестры, много раз думаем, что, знаете, ваша роль маловажна. Нет, ваша роль очень важна. Вы можете приготовить, и не то, что можете, а сегодня многие служители, благодаря вам, благодаря вашей работе, благодаря вашему усердному труду, где вы бились за своих детей. Знаете, я с моего детства очень мало помню того, что было плохое в том обществе, где мы жили. Я не помню, во что я был одет, я не помню, что я кушал, но я знаю, что я сыт был, я одет был, это не важно. Но для меня на всю жизнь осталась вера моей мамы, вера моего отца, которые они привили, дали мне возможность понять, и несмотря на те обстоятельства, которые были в те времена, в школах и в обществе, Бог дал силы отстоять свою убежденность. Сегодня мы живем непростое время. Мы все знаем, что происходит сегодня в нашем обществе. Мы знаем, к чему идет это общество. Дорогие матери, не бойтесь, но знайте, что у вас есть ответственность за своих детей. Бог эту ответственность передал вам. Он передал со своими силами. Дух все-таки живет в вас. Он говорит, не заботьтесь, в нужное время я вам дам необходимые силы. Историю мы знаем в церкви. Две тысячи лет. Что только не происходило с церковью. Знаете, дьявол пытался уничтожить церковь в истории. Она не смогла сделать. Почему? Благодаря матерям. Благодаря именно этой отважной вере, которую они сумели внедрить или, знаете, передать эту веру своим детям. Несмотря на какой-то строй, что происходило. Знаете, если мы читаем историю, жуткие времена были во все периоды жизни церкви. И сегодня мы не живем лучшие времена. Как бы то ни было, у нас есть задача от Господа. Заметьте, эта женщина, она была замуж и его муж был язычник, грек. Он даже иудеем не был. Абсолютно разное представление о Боге. Она иудеянка, она поклоняется живому Богу, а он язычник, поклоняется многим богам. Она плюс тому, она уверовала в Иисуса Христа. Это дополняет именно противостояние в обществе. Несмотря на все эти обстоятельства, она учит своего сына. Формирует его веру в тех обстоятельствах, которые были. Мы всего не знаем, только мы можем чуть-чуть, изучая историю, понять, что происходило в том обществе. Но мы знаем свидетельство Павла, которое зафиксировано в Писании. Я знаю, Тимофей, что вера, которая была в твоей бабушке и у мамы твоей, я уверен, что она в тебе. У меня есть удостоверение в этом. Какое сильное свидетельство. Здесь не надо много говорить. Павел понял от того, что люди говорили о хождении этого молодого человека, который отец язычник. Это двойнее усложняет вопрос. Это двойственная духовность. С одной стороны, понимаете, языческое давление, с другой стороны, иудейское давление, а она христианка должна учить совершенно другому. Не иудаизму, не язычеству, а христианству. Но благодаря ее вере она сумела передать истину этому молодому человеку. Еще одну деталь я хочу подчеркнуть. Заметьте, что здесь подчеркивается бабушка, она жила вместе с ними. Знаете, сегодняшнее общество пытается избавляться от бабушек и дедушек. Общество сегодня старается, потому что они мешают, они, знаете, жизнь такая сегодня прогрессивная, что это поколение уже мешает. Поэтому давайте мы сделаем все. Знаете, даже я встречался многим людьми, знаете, которые родители остались там в Молдавии или я видел в Казахстане. Знаете, что дети говорят, ну давайте мы там наймем кого-нибудь, чтобы они присмотрели за моими стариками, потому что нам некогда, у нас работа, бизнес, дела, поэтому деньги можно переслать, но отношения не передать по телефону, отношения нельзя передать по компьютеру. Жизнь это совсем другое. Поэтому заметьте, что эта женщина, она свою мать не оставила, хотя ее муж был язычник. Это о многом говорит. Знаете, притча Соломода в 23 главе в 22 стихе написано так, не пренебрегай матерью твоею, и когда она состарится. Знаете, когда еще родители или матеря еще молодые, когда способные восполнять нужды молодого поколения, это очень хорошо. Знаете, отношения вроде бы ладятся, но когда уже дети выросли, у нас своя карьера, своя жизнь, свои направления и цели, мы иногда думаем, мам, ты нам немножко мешаешь, давай мы снимем тебе квартиру, ты сама будешь спокойно жить, никто тебе не будет мешать, не ты будешь мешать. И много раз старше поговорим, ну ладно, сынок, ладно, доченька, ну мы сделаем это, мы сделаем. Но каково внутреннее отношение у этого человека мы замечаем, эта женщина не оставила свою мать. И заметим, что эта мать, которая именно, она проявляла заботу, помогала этой дочери своей, помогала и сыну, и помогала в этой семье, то есть она не стала обузой, то есть мы видим вот этот, вот этот взаимосвязь внутри семьи. сегодня в нашем обществе, казалось бы, в таком цивилизованном обществе теряются это главные ценности, теряются вот эти отношения, еще поколения жили, три поколения живут в одном и они ладят, они находят пути, разрешение этих разных вопросов и все нормально живется. Я хочу прочитать второй Тимофей, еще один стих, Тит, вторая глава, первый стих. Ты же говори то, что сообразно здравому учению, чтобы старцы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощали пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целымудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужем, да не порицается Слово Божие. Это говорится о бабушках. Знаете, иногда нам кажется, что вот мой статус дедушки уже обязывает детей ко мне относиться правильно. С одной стороны, да, если эти дети верующие, они будут относиться, потому что так Господь повелевает. Но если мое поведение неправильное, если мое поведение именно по отношению к детям неправильное, то мы будем приносить беду в эту семью молодую. Заметьте, здесь говорится о бабушках, что бабушки каковы должны быть? Говорит, ты же, говорит Тимофей, сообразно со здравым учением, то есть здравое учение в чем заключается? Чтобы бабушки понимали свою роль, бабушки в свое время. Знаете, мы иногда думаем, что вот если я получил авторитет этого положения бабушки, то мне все позволено. не так, Писание говорит об этом. Заметьте, говорит о том, чтобы личный пример, внешний пример внешней жизни, своего хождения в этой семье должен быть примером для молодых, для мужа, для жены. Муж, видя отношения бабушки в своем семейном положении, чтобы он увидел бы и в своей жене. Заметьте, что здесь говорит Павел, что не были клеветницами. Это большая проблема, когда, знаете, пожилые люди нечем заняться и что они делают? Клевещут. То на одного, то на второго. Вместо того, чтобы созидать это разрушение, этот человек занимается не тем, чем должно заниматься. Непорабощенное пьянство, ну, я не знаю, в нашей церкви есть ли такое, но в Молдавии у нас проблемы эти существовали. И в какой-то мере и сегодня существует. Там вина много. В каждом доме бочками вина. И действительно, когда, знаете, пожилые люди остаются дома, увлекаются. Одна семья, они когда посетили, они пьянствовали уже и посетили братья эту семью, два старца, муж и жена. Вы пьете? Нет. Мы только макаем хлеб с вином. А сколько намакали? 300 литров. Казалось бы, они не пьянствуют, они не пьют. То есть, это проблема. Я не знаю здесь как. Сегодня много вина нету в наших домах, но магазины полные. Это одна из проблем, которые могут пожилые люди увлекаться этими. Здесь долго пишется дальше, чтобы они учили добру кого? Своих детей. Показывали добро своим внукам. Знаете, иногда бабушки хотят взять роль матери или отца. Подожди, я научу. Роль учить детей, внуков не дано бабушкам, дедушкам. Учить имеют право родители. Мы имеем только возможность показать образец, как мы поступаем, чтобы уже родители могли учить своих детей. Поэтому пишет, что именно старцы и старицы должны это показывать. Дальше говорится здесь о том, чтобы они вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Сколько сегодня пожилых людей именно ведут к разводу молодые семьи. А мне не нравится твой муж, а мне не нравится твоя жена. А кто ты такая? А я мать. Я имею право, я тебя родила, ты должна мне слушаться, или ты должен меня слушаться. А где Писание говорит об этом? Кто дал право бабушкам и дедушкам вторгаться в семью и рушить семьи? Клевещет в семье? И Писание точно ровно говорит, чтобы они учили, чтобы любить жены, жене любить мужа. Знаете, много раз мы говорим о том, что муж должен любить жену. А здесь эта женщина учила, чтобы жены любили своих мужей, любили своих детей, то есть поэтому заботились. Иногда получается, что ненаученность ведет к таким разладам внутри семьи. Поэтому быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Знаете, бабушки, когда не подчиняются своему мужу, а говорят жене, то есть дочери, доченька, посмотри на мой пример, да ты его зажми, он подчинится, никуда не денется. Это вопреки Писанию, это рушение семей, это не созидание семей. Поэтому мы, старшее поколение, имеем ответственность перед Богом показать пример добрых взаимоотношений внутри семьи. Жены подчинению мужу, мужа, который заботится о своей семье, и таким образом показывая пример молодому, молодому поколению, семьям молодым, вот как нужно правильно жить. И написано, что чтобы не порицалось имя Господа. То есть это не делается ради детей, опять же, ради того, чтобы что скажут люди со стороны, чтобы люди не говорили мне, чтобы не порицалось имя Господа. Это цель. Это стоит цель и для старшего поколения, и для поколения родителей мам и папы. В частности бабушка и мать это поручение имеем мы от Господа. Хотим ли мы этого или не хотим, это Божье установление, Бог этого ожидает. Второе, на что я хочу обратить наше внимание, двойственная духовная атмосфера в этой семье. Заметьте, что этот молодой парень, Тимофей, он уверовал, значит, он видел добрый пример. И когда Павел уже говорит послание именно Тимофею, когда он уже был служителем, как учреждать семьи, как формировать служителей, он пишет, и я думаю, что Тимофей, это знал он со своей семьи, какое отношение у него было в семье. Первая Петра, третьей главы, первым стихом написаны такие слова. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слов приобретаемы были, когда уверят ваше чистое и богобоязненное житье. Знаете, мы много раз хотим, чтобы дети наши пришли к Богу, а отношение жены к мужу никакое, никакого почитания. Я встречался с такими семьей, приходишь на беседу, посещая семью, жену нельзя, знаете, чтобы она умолчала. Мужем начинаешь говорить, подожди, подожди, я сам скажу, ты не знаешь, ты не понимаешь. И много раз приходилось мне сказать, извините, сестра, я не хочу с вами сейчас говорить, я хочу присутствие вас говорить с мужем. Но он не понимает, я же не спрашиваю, что вы понимаете, и что она понимает, я хочу с мужем поговорить. Знаете, проблема заключается в том, что жены, это и есть непокорность, это непокорность Богу, и это отношение Бог ожидает от нас. И когда мы правильно живем, мы даем добрый пример своему мужу, своим детям. И Писание говорит о том, что это есть обетование Бога, что ваши мужья обратятся к Богу, ваша добрая жизнь и бессловие. А иногда получается наоборот. Многословие и нету дел. Все знаем, как должны поступать, но никаких движений в этом направлении. Дорогие сестры, пожалуйста, вникайте, прислушайтесь к Божьему Слову. Следующий стих я хочу прочитать, 1 Коринфянам, 7 глава, 14 стих. Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечистые, а теперь святые. Это прямое отношение к формированию веры детей. То есть ваше отношение к мужу напрямую влияет на веру детей. Мы порой много рассмотрим, почему дети так, почему они ушли, почему не получается, что мы упустили. Конечно, я не хочу сегодня сказать о том, что мужья имеют всегда правильную позицию. Нет, но я хочу, мы сегодня говорим о матери, что именно мать, которая и не имеет правильное отношение к своему мужу, она дает залог неправильному формированию своих детей. Ихняя вера будет искаженная, у них поломанная вера будет. И когда эти, знаете, я встречался с людьми, которые выросли с верующей следы, и когда говоришь, ну в чем причина, где, говорит, лучше бы я родился бы в неверующей семье, и я потом понял бы истину, нежели я родился в верующей семье, так называемой. Но пример веры никогда, я уже ждал, когда придет время, чтобы выйти с этой семьи и больше никогда не возвращаться. Конечно, это неправильный пример, но извините, кто создал эту проблему? Не родители ли? Не материали? Поэтому, если мы не проявляем послушание Божьему Слову, наши дети автоматически не становятся святыми, они освящаются, то есть, каким образом? Слово Твое есть свет, и когда мы используем Слово Божье в наших семейных отношениях, мы говорим, так говорит Господь, я поступаю, потому что так Бог учит, тогда работает Слово Божье, не работаем мы. Формирование веры Тимофея, заметьте, напрямую имело отношение бабушка и мама. Тимофей говорит, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике уверен, что она и в тебе. Заметьте, что эти два человека, которые демонстрировали свою веру перед этим молодым человеком, они демонстрировали, они жили так, как они верят. И этот ребенок сформировался таким, как он увидел. Он, может, Писание всего не знал, у него немного откровений может было, но он то, что видел, то, что понимал в родителях, то, что он видел, как поступает бабушка, как поступает мама, эта вера стала его частью жизни. Эта вера стала частью его служения. Эта вера стала именно возможностью противостать этим козням, которые окружали этого молодого человека. Он сумел демонстрировать свою веру в разных городах. Его слушали, его знали, его видели и все свидетельствовали, что этот человек очень хороший верующий. Еще эфесянам 6 глава 4 стихе написано так. Отцы воспитывайте детей ваших в учении и наставлении Господнем. Ну, тут как бы прямо адресовано отцам. Ну, а что говорит притча Соломона 31.1? Слова лемура царя наставление, которое преподал ему мать его. Здесь не упоминает отец. Мать вложила в лемура, что он стал царем, он имел разумность управлять народами, благодаря тому, что мать вложила этого человека. Это большая ответственность. 1 Тимофея 3 глава 11 стих. Когда говорится наставление женам служителей, дьяконов и пастырей. 11 стих. Ровно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Это говорится о женах служителей. Это говорится о женах мужей, которые они формировали свою семью и они считаются верующей семьей. Поэтому говорится прямое наставление, что жены не остаются в стороне. Потому что от них, от вас жены зависит само служение. Служение народу Божьему, служение детям, служение обществу, в котором мы живем. Многое зависит от вас жены. И поэтому Слово Божие указало на то, наблюдая, когда люди будут становиться на служение, посмотри на их семью, посмотри, что происходит в семье. Служение мамы еще заключается в другом. Она готовит его к служению Господу. Здесь написано в Деяниях 16.1. И вот там был некоторый ученик Тимофей. Чей ученик он был? Господа. Или мамы. Он был сперва учеником мамы, а потом он учеником Господа, и он стал учеником апостола Павла. Смотрите, какая последовательность. Мама стоит у истока. Мама стоит у основания веры, у основания служения. Мама стоит. И сегодня, когда мы говорим о том, что у нас нету служителей, я хочу обратиться к вам, мамы. Что вы формируете в своих семьях? Кого вы формируете? Что вы даете приоритет в ваших семьях? Один человек, мой ровесник, когда-то он мне сказал такие слова. Говорит, мы жили очень трудные времена, я хочу дать моим детям, чтобы они жили широкую ногу. Он сам был бизнесменом. Ну, я говорю, хорошо, хорошо. Прошло время, 25 лет прошло, и я с ним встречаюсь, ни одного сына, ни одной дочери нет в церкви. Бизнес развалился, они живут, бабушка с дедушкой. Я говорю, ну, как дела ваши, что ты был прав тогда, что мы не в ту направленность, мы поставили как бы ценность свою. Мы не вложили то, что мы должны были владеть. Дети помнят, чем вы кормили, как вы одевали? Дети абсолютно не помнят этого. Но вы не смогли дать самое дорогое, веру не смогли привить им. И сегодня они находятся в этом мире. Мир завоевал их. Поэтому готовить служителей это ответственность мам. 2 Тимофея 3.15 Притом же ты из детства знаешь священное Писание, которые могут умудрить тебя в спасение верою. Заметьте, что вера, которая была в Тимофея, которая он, находясь в служении, твоя вера, которая тебе передана, она может тебя вразумить в твоем служении. Сегодня много раз у нас не хватает мудрости, но важно, когда мы понимаем, что родители нам вложили определенную мудрость, и нам ссылаться на основание, какое основание мы имели. Иногда молодое поколение говорит о том, что наши предки, они жили в том старом времени, что они знают в сегодняшнее время, что они могут нам преподнести, какое новое. Сегодня прогрессивное время надо, знаете, вера не стареет, вера не навеет, вера всегда остается в том же состоянии, которое и была, и Бог сегодня говорит нам об этом, что вера давала силу Тимофею в служении. Второй Коринфянам 3,6 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа. Заметьте, эта духовная способность пришла от матери. Бог использовал мать как инструмент, и этот молодой человек был успешным в служении. Мы замечаем о том, что этот молодой человек имеет свидетельство, доброе свидетельство, хорошего воспитания, но это не главное, хорошего верующего человека. Второй стих 16 главы, о котором свидетельствовали братья, находящиеся в листре и иконе. Значит, было доброе свидетельство об этом молодом человеке. Второй Тимофея 3,14 и ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено зная, кем ты научен. Кто научил Тимофея? Кто заложил фундамент этому человеку? Мама, бабушка, там не упоминается об отцах, о дедушке, об отце. Отец был язычником, но Бог использовал их как орудие. Этот человек становится успешным служителем в руках у Господа. Еще один момент очень важный для матерей. Первое царство, первой главы 10 стихе написаны такие слова. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты произвишь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не будешь, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитям мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его. Это посвящение. Деяние святых апостолов, 16 глава, 3 стих. Его пожелал Павел взять с собой, и обрезал его ради иудеев, находящихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Здесь ничего не написано о диалоге Павла с матерью или с отцом. Здесь только говорится о том, что был разговор, было решение, потому что Павел не мог приказать, все, родители, я Тимофея забираю от вас. Такого не могло произойти, но был диалог, и мы замечаем о том, что мама отдала. Она не отдала тогда, когда Павел просил Тимофея, она отдала сразу Господу этого молодого человека, поэтому влаживала в него, она влаживала не от того, что он будущим будет большим служителем, она хотела, чтобы он был истинным верующим, нелицемерным верующим, это самая большая черта. Мы замечаем, Павел берет этого молодого человека, а берет из благословения матери. Дорогие матери, готовы ли вы благословить своих детей на служение, оторвать от себя. Это сложный момент. Я помню, когда я должен был уехать, немножко были проблемы, родители не были готовы, чтобы сразу благословить. Отцу было чуть-чуть легче, мама говорит, а как мы, а что, а как, вот знаете, и я сказал, что, если вы благословите, я поеду для Господа, если вы не благословите, я не перешагну вашу волю, потому что Бог говорит, почитай отца твоего и мать. И тогда она говорит, раз так, ради Господа, я благословляю. И я ушел с миром с моего родительского дома. Благословляете ли вы, готовы ли благословить своих детей на служение там, где Господь призовет их? Я не знаю, где, я не знал с детства, что я буду где-то миссионерствовать, я не знал, что я буду пастырем, но Господь готовил меня через родителей моих, через мать мою на служение, чтобы оказаться верным ему там, где Господь использовать может меня. Господь сегодня хочет использовать вашу дочь, вашего сына. Но Бог спрашивает, ты отдашь мне твоего сына и твою дочь на служение мне? Ты благословляешь? Ты же столько вложила в него, ты столько влаживаешь в нее. Господь спрашивает у тебя, ты праве благословить, вправе не благословить. Но исход заключается в том, тот молодой человек не будет виноват в том, что он не находится в служении, а будут родители, которые не благословили на служении. Мы все, когда приносим детей сюда, мы хотим благословения. Это такое первоначальное благословение. А когда они вырастают, мы не выходим сюда, Господь, я его посвящаю тебе, чтобы ты, Господь, управлял его жизнью дальше. Я приготовила его, я формировала веру этого молодого человека или молодой девушки. Теперь, Господь, я отдаю, как ты используешь, это пусть будет твоя воля. Я не переживаю, я вложил в них то, что я имела. Готовы ли мы так сказать Господу? Если мы не готовы, Господь не благословит. Она останавливается, упирается на нас. Эта мать благословила своего сына. Эта мать не стала препятствием для своего сына. Она благословила и отдала Павлу. И они вместе продолжали служение. И Тимофей сопровождал Павла до последней его жизни. Он был верен Господу, он верен был в вере, и он совершил это служение. Бог сегодня обращается к нам. Особенно матеря, бабушки. Мы сегодня говорили, я не знаю вас в личном плане, я не хочу даже укорять вас, я даже не думаю в этом направлении. Писание нам говорит, посмотрите на себя, в соответствии есть ли тому стандарту, который Бог ожидает. И если есть, поблагодарите Господа, и пусть Господь дальше и больше благословит вас. Но если вы где-то не делаете того, что вы должны делать, единственный путь покаяться, склониться перед Господом и благословить, и продолжать прививать веру. И тогда мы станем на правильном пути. Поэтому да благословит нас Господь и поможет нам, чтобы действительно мы были этими людьми, особенно теми матерями, теми бабушками, которые через вас не порицается имя Господа. Аминь. Мы сейчас будем молиться Господу. Хотелось бы, чтобы вы помолились. И молитва наша звучала в адрес матерей и бабушек. Будем молиться. Господа.